А дождь все идет и идет целый час, как заведенный. Это теплый дождик, грибной. После него весь лес будет в грибах. Охота на грибы во Владивостоке в полном разгаре. Сырое лето подготовило идеальную почву для этого царства. Грибы в этом году не собирает только ленивый, а бабки, маслята, сыроежки, опята и любимый белый гриб. Войти во вкус при сборе этого лесного урожая очень легко. А вот отличить съедобное от ложного бывает очень сложно. Расскажите, как вы определяете, ложный гриб или настоящий? По каким признакам? Вот такие они. Что-что? Вот видите, вот юбочка у них. По юбочке определяем. Да мы просто уже знаем по запаху их, по юбочке. Таким индикаторам качества грибов можно верить далеко не всегда. Труднее всего отличить двойника любимого всеми белого гриба. Мало кто знает, что распознать этот королевский продукт на 100% можно только по его ножке. Она должна быть коричневой или белой и всегда иметь характерный узор-сеточку. Но есть и другие признаки. Или разрежет человек грибок пополам. Мякоть сразу становится вот такая зеленая. Но человек на это не замечает. Он отрезал гриб, бросил в корзинку, домой пришел. А вот это изменение цвета в зеленый цвет быстро исчезает. И гриб опять становится беленьким. Человек поджарил вместе с белым грибом и испортил жаркое. Потому что он настолько горький, что есть его нельзя. Евгения Мироновна изучению грибов посвятила всю жизнь. Она одна из немногих, кто на раз-два отличит съедобное от несъедобного. Всем любителям тихой охоты советуют брать только тот гриб, в котором уверен наверняка. Ведь каждый второй может оказаться ядовитым. Среди самых опасных – мухоморы и японский светящийся гриб. Отравление ими может стать смертельным. Но и среди незнакомцев встречаются и очень полезные. Например, чешуйчатку намека впервые обнаружили в уссурийском заповеднике. Это съедобный гриб, имеет лекарственные свойства. На Дальнем Востоке его еще не знают, и он неизвестен. Но его можно выращивать в культуре, как и китайцы, японцы. Это будет первая и единственная находка в России. Пока ученые открывают новые виды, грибники-любители собирают привычные. Мест для сбора хорошего урожая в окрестностях Владивостока оказалось немало. На горностае, который считается одним из самых грибных мест, можно найти маслята, сыроежки, белый гриб, грузди и опята. На седанке у водохранилища этот список пополнят подосиновики, подберезовики и оленьи рожки. А на Ямаре прячутся боровики и подосиновики. Год вынулся действительно очень грибной. Грибы можно найти не только в лесу, но и на территории города. Например, вот такой вот грибник появился прямо у Восьмого канала. Давайте посмотрим, что это за гриб. Попробуем определить. Ну, никакой ножки, юбочки у него нет. Значит, он, скорее всего, не ядовитый. И из достоверного источника мне сообщили, что, скорее всего, это настоящая сыроежка, которую можно употреблять в пищу. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.